Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше путешествие по Колпинскому району Санкт-Петербурга и находимся на Ижорской земле. Эта земля знаменита тем, что именно здесь происходила Александра-Невская битва в 1240 году. Но это не единственное историческое событие, о котором можно рассказать, находясь здесь. И сейчас мы будем беседовать с экскурсоводом Сергеем Иванщиным о том, чем же знаменита Ижорская земля. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте еще раз! Расскажите, пожалуйста, чем же знаменита эта земля, кроме Александра-Невской битвы, и что интересного здесь есть для тех, кто сюда все-таки соберется? Ну, я думаю, что прямо знаменита эта земля тем, что Петр Великий здесь, по преданию, встречал мощи князя Александра. И дальше они на веслах это переправляли все тогда еще в Александр-Невский монастырь, позднее станет она Лаврой. Но здесь, помимо этого, было очень много других событий, других каких-то моментов исторических, о которых тоже хотелось бы сказать. Вот, здесь Александр-Невский выгнал шведов. Петр Первый тоже воевал со шведами, вот, но шведы, они никак не могли успокоиться. И уже во времена Екатерины Великой и Екатерины Второй, они вновь напали на Российскую империю. И тогда был такой приказ собирать каждого пятого из местных жителей из этого поселка Устежоры на войну призывали. И эти воины, ну, эти люди, они, конечно же, были набраны, отправились на эту войну. И когда наша Российская империя опять с треском победила шведов, вот, появились такие памятники. Вот один из них вот сзади нас, это такая стелла, на ней так написано, с четырех пятого брать на войну, вот, в честь этой победы в Свейской войне, то есть в шведской войне. Вот такие вот появились памятники. То есть здесь сама Екатерина Великая, она тут была. Она тут, я так понимаю, что тут стояла, как-то был салют, как-то торжественное открытие. Точно такой же памятник есть в поселке Рыбацкое. Ну, там, конечно, уже внизу Устежора написано Рыбацкое, да, вот какое-то отличие. Но внешне они похожи. Вот, а если посмотреть за памятником, там такие бугры, бугорок. Так вот, на нем находилась фортеция земляная, бастион, где стояли пушки. И это, так сказать, был рубеж, где защищали во время войны, еще когда Петр Великий воевал с шведами, защищали нашу, так сказать, реку Неву, чтобы враг, который войдет. Так как не все земли тогда принадлежали Российской империи, война шла. Вот, но позднее этот бастион был, так сказать, заброшен, потому что уже надобности не было. Это была Российская империя, там дальше город Санкт-Петербург, все там было защищено, крепость, ну и так далее. Поэтому оно как бы утратило, вот, обнаружили останки в начале 90-х годов, в конце 80-х, когда тут были такие небольшие археологические работы, и было найдено. Также здесь, вот, в той стороне, вот, как только начинаются дома, находился путевой дворец. Это, насколько мне известно, это был деревянный двухэтажный дом, который был не здесь, стоял гораздо дальше. Это была, так сказать, резиденция шведского короля. Петр I велел его разобрать, это все сплавили по Неве сюда, поставили здесь путевой дворец для Петра I. В дальнейшем этот дворец был подарен Александру Аниловичу Меншикову, так как Меншиков был губернатором из Шлиссельбурга, из Санкт-Петербурга. Вот, по пути из одного города в другой стоял деревянный путевой дворец. Вот, макет у нас есть в музее, вы потом это увидите. Вот, но этот, когда Александр Анилович попал в опалу, его сослали, соответственно, все у него забрали, этот дом заколотили в окна двери. Простые люди, туда никто не лез, он постепенно разрушался, разрушался, вот. И в итоге этот дом разобрали, куда его дели, ну, есть версия, что это увезли его в Лавру. Ну, мне кажется, что эти деревяшки все от этого дома давно уже стопили в монастырских печах, вот, так как в Лавре все давно уже в камне отстроено. Вот, поэтому оно не сохранилось, но сохранились деревья. Вот, они стоят как раз над дорогой. Это те самые деревья, которые были в саду этого дома. Ну, вот, такое замечательное место здесь у Стежора. Да, действительно, интересно. Спасибо большое, Сергей. Но скоро мы отправимся в музей и уже познакомимся с его экспозицией. Поэтому мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами. Это «Союз Онлайн», Марина Ланская и Олег Рождественский. Субтитры создавал DimaTorzok